Очень бурную ночь провели сегодня весьма красивые студентки колледжа в общаге на самом вторчермете. Что это за дом? Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Здесь живут студенты? На улице Аптекарской, близ остановки поликлиника, в доме номер 35, в два часа ночи случился подъем, девичий переполох и женская баня в одном флаконе. На шестом этаже рванула труба с водой, да с непростой. Ой, тепленькая прошла. Гулые коленки на видео принадлежат девчонкам, по большей части приехавшим из области, чтобы чему-то обучиться в УКПУ и ТКА, непосвященным раскроем тайну аббревиатуры в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты. По всем законам физики, а также бизнеса и управления, и даже по технологиям красоты, вода дырочку найдет, и сквозь все щели кипяток вскоре хлынул на нижние этажи. Видимо, чтобы ни у кого не было причин возмущаться, что из-за опрессовки, закончившейся всего за сутки до того, у них не идет горячая вода. В итоге, пока воду не перекрыли, она затопила несколько комнат на 6, 5 и 4 этажах. Комнаты успели почиститься с потолка, залив у детишек книжки, тетрадки, ноутбуки и прочую гаджетуру. Теперь они сидят, думают, не заплатит ли им кто-нибудь за понесенный ущерб. Явка на учебу сегодня по понятным причинам была близка к историческому маленькой собачке, привязанной к кирпичу, то есть к мини-муму. Кто-то отсыпался, кто-то поехал домой к родителям, и почему-то вспоминается Горбачевская антиалкогольная компания, когда понимаешь, что реально сейчас общага на просушке. Это абсолютно нетипично. Правильно. Я тоже много об этом думал.